Спасибо. Дорогие друзья, ну что, хочу сказать, что мы завершаем год, все вместе мы с вами завершаем год, а в начале мы завершаем вот эту историю, посвященную потрясающему нашему соотечественнику, великому, великому человеку, выдающемуся дирижеру, может быть, ну нет, ну что может быть, да, один из лучших дирижеров двадцатого метра. В этой выставке, то, что вы видите, это, в общем, очень сложный материал, и как она складывалась, вот в этом, так сказать, вся интригия этой выставки. Значит, во-первых, я хочу поблагодарить сотрудников Шемеяцкого дворца, музыковедов наших, которые к этой выставке имеют отношение, как Ольга Алексеевна Великанова. Я хочу поблагодарить Надиму Айнарову, который и сотрудник, и не сотрудник, но он просто преданный делу сохранения культурного мультфильма наследия, я очень вас поблагодарю, Надиму. Я хочу, конечно, поблагодарить Розу Салману, которая, несмотря на то, что у нее чрезвычайно его загруженный год, именно она у нас занимается новыми экспозициями, постоянными экспозициями музыкальных инструментов, которые мы, наверное, видели и оценили по достоинству, вот тоже потребностью души было сделать для Розу Салмана эту выставку. Ну и все сотрудники Шемеевского дворца, и выставочный наш отдел, конечно же. Я хочу вас всех поблагодарить и сказать, что эта выставка – коллективный труд в каком смысле? Он состав этой выставке, вы знаете, совершенно уникальный. И уникальный не потому, что здесь фотографии, что здесь какие-то графические работы, что здесь плаката, в которых много видео, нет. А как появились эти вещи у нас в музее? Вы знаете эту трагедию, драму, жизненную трагедию, связанную с уходом из жизни Александра Михайловна Валиной жены Игоря Александровича? И вот собирался этот архив в Розу Салмана, как раз начинался с дара Александра Михайловны нашему музею, музею музыки, музею теоретического музыкального искусства. И пришло довольно много вещей. У нас есть договор, контракт, все это подписано. Договорились, начали обрабатывать. Значит, какая-то часть архива у нас появилась. Следующий этап формирования и передачи архива Евгения Александровича Боровинского, и, конечно, мы рассчитывали Александру Михайловну о ней, документы и память, потому что она сама выдающийся человек, замечательный педагог, замечательный музыкант. Вот, но до этого, так сказать, речи как-то еще не шло, а постепенно стали говорить о том, что через два месяца вызовут документы следующей порции, и мы получим следующую. И вот как раз в этом промежутке случилась эта страшная драма, не стала Александра Михайловна. И так быстро это все случилось, и, надо сказать, так срочно приехал в Следственный комитет и перезакрыл помещение, открыл при этом окна. Потому что этот раз горит, у нас, кстати, неимоверная, там горят, наверное, и долю, и сети, вот, но многие помещения не были троганы. Тем не менее, они быстро закрыли это пространство, и мы, значит, узнав об этом, еще хочу поблагодарить очень преданных учеников Александра Михайловна, потому что так они к этой памяти относятся, и так нам помогли тоже для того, чтобы все, оставшаяся часть архива попала к нам в музей. Вот, представьте себе, быстро, правда, до удивления, Следственный комитет пошел нам навстречу после нашего буквально обращения. И мы вошли в мгновенно нам открыли, ну, наверное, на следующий день нам открыли эту квартиру, Александра Михайловна, конечно, уже вывезли, и мы вошли в это покорение – черный, страшный, обугленный дом. И начали, ну, в общем, это было, нам удалось это сделать где-то в двух, в полпределя, да, по-моему, времени, это был февраль, февраль это случилось, или февраль? С сентября. С 20 сентября. С 20 сентября. Это был, значит, вид, как будто бы все, что была зима, потому что так быстро начало темнеть. И вот, представьте себе, уже там исследователь, она уже знала, как один лет, шести рабочий день, и она нам разрешила задержаться, сама задержалась с фонариками, обесточен, что, периодически, не было этого вещей. И вот с этими фонариками, с этими, с этими, с этими, с телефонами включенными, мы быстро эти папки, значит, собирали, складывали, и хотя бы как-то надо было уже обе сделать, хотя бы суммарно, сколько мы предметов взяли, сколько песен, сколько, понимаете, то есть, все равно это музей, понимая, что мы берем это на хранение, хотя бы на время, но спасаем. И вот, в результате, уже где-то, наверное, 10-11-го, наконец-то завершились эти работы, но Наталья Ивановна говорит, «Наталья Ивановна, там еще так много всего осталось, там еще есть что-то, ну там еще какие-то факты, я еще помню, вот там что-то хорошо, вот там с домом, где-то, что находится отца Михайловны, но мы уже доступ к этой квартире не имеем, понимаете, и все, один раз нам разрешили, пойти мы сделали, мы взяли, что могли на время для хранения, еще раз хочу сказать, это все очень сложно, эти наследственные моменты, шесть месяцев прошло уже. Ну вот, но это все, так сказать, по сутлу надо теперь передавать уже в музей. Пока это все вот то, что мы передели сами, уже после Лигорева квартиры, это все осталось у нас в музее, сейчас мы отправляемся на постоянный музей для хранения. И вот буквально, буквально уже выставка началась, да, Роза? И меня звонит только, посылает, говорит, «Наталья Ивановна, происходит что-то страшное, во дворе сбрасывают вещи из окол Александра Ивановны квартиры, какие-то чемоданы, какие-то тюки с одеждой, неизвестно с чем, бели, вот, и, значит, нам надо что-то сделать, я не знаю, что бегу вот туда, Роза звонила, но увидел это опять-таки наш Надин, Надин как ангел-хранитель этой коллекции. Вот, и что вы думаете, действительно, сначала, как у нас выпущили, что мы там за стол сядем, мы помнили, что Надин говорит, что там еще что-то осталось, все-таки проникли эту квартиру, Ольга Великановна, достучалась до уже людей, которые владели, квартиру уже передано, передано уже, как сказать, на расселение, на поселение, Росимущество. Вот, и поэтому, значит, все-таки вошли куда? И что вы думаете, нашли, еще нашли? Письма Шостаковича. Письма Малькова. Письма, как называемый, секретный сульфон, то, что, в общем-то, я сам не там не хотел оставаться, вот, в этой истории жизни. Понимаете, как мы тогда уже искали что-то, искали, в бюстово играли, мы тоже на этот факт не дошли. Поэтому, вот, много вы здесь не увидите, конечно, особенность последней порции, которую уже буквально спасли наши сотрудники, я их вам назвала уже всегда делать, вот тут тоже, да, было во всей земле холодно и морозное М-13. Вот, но вот эта первая часть, которую передавала Слава Михайловна, многое стало, что потом вы перестали сюда, многое, но не все, таких огромных. То, что вы, значит, сейчас что-то увидите, а уже на самое последнее, это еще только-только передается, и надеюсь, что, надеюсь, что мы все это как-то вместе соединим, структурируем, опишем, может, когда-то и сдадим. Для этого требуется большое время, требуется научное языкание, делается знание материала. Вот. Опять, значит, нужно вам об этом подумать, как с вами поработать. Понятно, не сотрудник нашей музеи, может, коллега, но он, может быть, под его подряд будет обрабатывать фонд, в помощь нашим коллегам. И так, вы поняли, вы удалились вообще-то, да, слушаю? Это вообще все-таки какая-то святая история. Вот что такое музей, понимаете, что такое музей? Музей, который, вообще-то этот Женевский дворец, сам по себе, как приют, понимаете, приют для каких-то вот вещей, которые могут исчезнуть, а мы храним, а мы спасаем, а мы привозим. И там и получилось многое в том, что этого дома, этого дворца, шельмительства, пришло к нам много писателей с Войновым, с Шпалевым. Там еще был тоже дворец из-за другого, да, Владимир, дворец его фраг Сергея Викторовича, там еще дворец. И тоже, как-то, в этом доме стал конец крыша, никто от себя отказались, не только наши сотрудники. А тогда это был уже 92-й год, да, девятнадцатый год в девятнадцатых, и а на девятнадцатый год тоже был февраль. Это все обрезневшие, на каких-то санках, не санках, не сказать, что санках, на чем больше. Чтобы на чем все это перевозилось, а тут вещи перевозились, сюда, потому что город отказался, ни Союз Писателей, никто этим домом заниматься не хотел, а через крышу ленделился образ неба. Вот, поэтому этот дом, что я имею в виду, потому что это вообще место очень достойного российского аристократического рода, исторически связанного с историей страны. Это еще и такой удивительный дом, который притягивает к себе хороших людей, великие коллекции. На самом деле сейчас вы находитесь. Все, хватит.